Она как бы уже лишена гарантии, да? Она нет. Нет, так если вскрывали, то у нас лишена гарантии. Погоди, погоди, погоди. Погоди, а что ты руками тут меня? Если ты лох, значит, на лохах. Да, если ты таким себя это считаешь, все в целом. Давай поговорим. Погоди, у меня тут товарищ есть. Что такое мужик? Что такое? Стоп, что такое мужик? Скажи тебе сразу, если ты сейчас захочешь купить видеокарту с рук, тебя ждут большие проблемы. Меня зовут Жека, за камерой Евреи. Здесь наши инстаграмы. И знаете что? Большое спасибо нашим спонсорам Шейху и нашему давнему зрителю Сереже Горбунову. Ребята, привет вам, большой респект. И если хотите поучаствовать хотя бы даже в скайпе, то пишите мне вконтактик в личку. Ну так вот, друзья, специально для вас. Мы прошлись по местным барыгам. И знаете, я просто в шоке от того, что они мне пытались впарить. То есть скрывали. Ну, это вот, это вот крышку снял. Не надо сейчас брать видеокарты с рук для своего компа. Ведь я уверен, что все видеокарты, которые я сегодня посмотрел, были на майнинге. И вообще начинать сегодня майнить на ферме из видеокарт, это какой-то голимый колхоз и сплошная головная боль. Это даже банально невыгодно. Мне кажется, или для каждой задачи должен быть свой инструмент. Вот для майнинга есть асики. Это такая профессиональная сборка для майнинга, которая выгодна по цене, по эксплуатации и вообще по мощности. И для покупки асиков я вам порекомендую ProfitMiner. Почему? У них все процессы полностью прозрачны, индивидуально подходят каждому клиенту, помогут с выбором, с настройкой. При покупке заключается договор, так что от кидалова ты тут точно будешь защищен. У них есть новые модели асиков, которые гораздо выгоднее колхозных ферм. И многие цены у них даже дешевле, чем у конкурентов. Они лично тестируют все оборудование перед отправкой тебе. Все ссылки, чекай в описании. Вот это вот я называю человеческий подход клиенту. А сейчас я вам покажу нифига не человеческий подход. По поводу видеокарты, да? Да. Без коробки что ли, без всего? Коробку я в выходные, у меня в гараже. Пришел я на встречу с барыгой, который продавал очень популярную для майнинга видяху RX 470. И, знаете, он ее продавал практически по магазинной цене. О какой вообще экономии тут можно говорить. Я вам 15 тысяч еще накину и на том же профит-майнере возьму себе аси, который мощнее и выгоднее даже будет. Ребята, извините, но видео снималось на тапочек. Паспу не менял, ничего на ней. Растыли. То есть скрывали? Ну, эту вот крышку снял. То есть она как бы уже лишена гарантии, да? Она нет. Почему? Нет, так если вскрывали, то у нас лишена гарантии. Нет, это же вот не пломбируемая. Ну, все равно как бы вскрывалась. Для прочистки доступ у меня есть право. То есть она нигде не облеивается, ничего. Они потом, когда есть ли что-то там гарантийный, какой-то случай, они же ее подключают. То есть они ее проверяют, шитый биос, не шитый. У них в основном вот этот процесс снимается с гарантий, если биос шитый. И сейчас, если что, я беру, оплачиваю, то документов ничего не будет вообще? Нет, документы я найду в субботу, отпишусь. А где я вас потом найду? В понедельник я сюда их привезу, и без проблем, где микро не прячется, не дену. Нет, так можно, в понедельник. Сомнительно, просто карта это RX, она для майнинга в основном используется. Не знаю, я такой херней никогда не увлекался. Ну, а если потом вы пропадете куда-то, и все, где искать вас будут? Куда пропадаете? То есть, понимаете, за цену абсолютно новой видеокарты я получаю какую-то видяху из пакета, разбиравшуюся, пыльную, неизвестно сколько вообще проработавшую, да еще и с обещанием подвести чек и коробку позднее. Вот лично я сам на вот этих обещаниях раньше попадался, и я вам скажу, это все кидалово. Вот если слышите такое, забивайте вообще, никогда не покупайте. Люди эти обещания никогда не выполняют. Так, а когда ее приобретали? В реле или в мае в прошлом году. А где приобретали? В ДНСе. Там гарантия у них 36 месяцев? Да. Ну, как бы она уже вскрывалась, да? Это не подходит вот с неким другим. То есть, я ее продул, все внутри, она в состоянии нормального карты, абсолютно она не перегретая, ничего. Ну, она уже с царапинами, коцаная. Ну, так она туда-сюда. Ну, как бы это уже не гарантийный случай. А стоит, вы ее продаете по средней рыночной цене. Она в магазине просто столько же стоит. За 20. А на ней майнился? Нет. А как-то проверить можно? Деньги. А как проверить стоит? Вставляешь рабочее, рабочее, не грето. Кстати, выявить точно ли была карта на майнинге или стояла в ПК сейчас невозможно. Бывает такое даже, что в стресс-тест карта проходит хорошо, а в играх на том же майнинге она просто падает. Так что самый идеальный вариант, это сразу вставить карту в свой ПК и проверить на твоей конкретной задаче. Помайнить на ней или запустить игрушку, очень требовательную. Она у меня подстояла, ну, наверное, сколько? С полгода, может, поработала. Я в этом взял другую. Стресс-тесты, то есть, и она пройдет, да? Да, конечно. Ну, просто она царапанная, говорите, что разбиралась, и, как бы, кажется, это уже с гарантией ее снимет. Нет, 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 нет. Это не подпадает под снятие гарантийного. Спасибо, товарищ, что показали. Да, не за что, что. Ну, до свидания. До свидания. Вот он мне заливал про эту гарантию, как только мог, и не один раз. Я даже сам засомневался. Но сразу после встречи я просто позвонил в ДНС. Ваша полиция в очереди один. Я у вас видеокарту покупал, и у меня такой вопрос. Я ее разбирал, чтобы почистить. Там на винтиках нет пломб, и на ней еще маленькие царапинки есть. Если что-то с этой видеокарты случится, я смогу ее вернуть по гарантии, или это уже не гарантийный случай? Да, если товар разбираете, то гарантия пропадает. Товар не подлежит разбору. То есть, даже если на винтиках нет пломб, нет ничего, нет следов, даже вскрытие, то все равно гарантия пропадает, да? Да, если специалисты определяют то, что товар разбирал, то гарантия пропадает. Да, по состоянию этой карты точно можно было сказать, что она разбиралась. Она была покоцанная, поцарапанная, какая-то пыльная. Сами понимаете, такая покупка, это просто выкидывание денег на ветер. Тем более, никаких тестов и гарантий. Следующий барыга даже позвал меня в гости. Он продавал сразу две видяйки. Это GTX 960 и 750 Ti. Здравствуйте. Здорово. Это я, Артем. Казалось бы, проверка дома будет, мы будем карту тестировать, но это оказалось просто заманухой, я вообще зря согласился на это. Хорошо, что со мной пошел еврей, который ждал в подъезде, ведь меня встретило сразу двое парней, которые еще и отличались очень дерзкими разговорами. Это вообще 960-е и 750-е. Так, а что, как состояние? Они в коробке, да, сейчас у меня? Да. Ну, состояние новое, то есть они не манились, ничего. Так, а что, будем их проверять там что-то? Ну, а смысл есть вообще что-нибудь. Ну, они все равно использовались. Ну, вот это что-то не манились. Вот это вот не манились у меня сразу вызвало подозрение. И ведь я у чувака заметил дома один комп, а он продавал почему-то две видеокарты. Нормальные, да? А где, где стояли? В компе? Стояли, да. А почему две? Ну, так вот получилось. Что-то две. А это за пятак, это шесть скеллера. Ну, около года назад, наверное. Обе? Да. В одном магазине? Ну, да. А чеки есть? Ну, там есть что-то. Может, есть? Нет, чека нет. Здесь нет, здесь нет чека. Здесь просто вот карта сама, бумажки. Чека нет. Значит, нету. Значит, где-то. Попробуем, может, 750. Ну, что, есть смысл, что ли? Ну, что, я зря приходил. Могли бы так же в центре встретиться, а ехал вот в район. Ну, не знаю. А что, я там сейчас это ставлю, короче, дохожаю. То есть так предлагаете взять? Ну, вот, конечно, еще нет ничего. Не, ну, раз уж дома, вот прям компьютер, даже рядом. Проверим. На коробке лежит, она там поработала маленько. Так что, проверим все-таки, может? Давай. Ставим. Ты приходишь к нему домой, а оказывается, это целая проблема. Вставить видеокарту в комп и проверить ее. Но все-таки я его уговорил. И он делал так все долго. Медленно менял эту видяху. Так все педантично делал. Даже крышку системника назад закрыл. И вот самое интересное. Он включил стресс-тест. А что, по какой причине продаете? Ну, нужно ставить. Или на замену, может, какую-то там. Часто как вопросов-то. Ну, как бы покупаю. Вот просто. А, то есть так, да? Ну, все, все. Я хорошо, я понял это, да. Ну, ты решил, скину. Ну, тест где-то минут пять будет идти. Ну, понял. Нормально? Да, нормально. Чего ждем пока? Ну, что, много желающих было? Писал там кто-то? Ну, кто-то писал. У тебя так вопросов много вообще, жесть. Ничего. Как следовать? Из прокурора. Да не, просто. Да, вот она как-то. Вот тесты. Мне нравится. Мне нравится. Ну, это техника, которую надо проверять же перед покупкой. Ты же тестишь ее в целом? Вот сейчас у теста какие-то косяки. Вот что это вот? Подлаги они какие-то? Да ничего. У новой же так не бывает. Нормально это все. Чего для меня? Ты тоже вот втираешь. Вот это вот. Вот это артефакты называются. Вот эти вот точки, которые вылазят. Такие артефакты я вот ничего не понимаю. А она сколько использовалась? Мало она использовалась. Полгода она использовалась. В компьютере? Или в ферме? Или там еще где-то? Да, нет. На компьютер. Игрушки, не игрушки. То есть на нее чека нет. Только бумажки. Ты, короче, надо карту. Ну, я вот и проверяю все. Да, да, да. Да, либо да, либо нет, либо нет. Да, свидание. Не, ну вот это вот. Как вот это еще можно назвать? Цена почти как у новой. Практически новая. Новая цена. Неизвестно, когда, где куплено. Чека нет. На тестах это вот что вообще такое? Это кидалово же, нет? Нет, это не кидалово. А как это называется? Нормальная карта. Я не понимаю, о чем ты вообще говоришь. Какие нахуй точки, блядь. Что-то мне тут тоже... Ну, как что? Ну, тесты показывают. Что он там? Вот, вот, что вот это вот такое. Что ты видишь? Я вот ничего не вижу. Вижу, что она что-то там вертится, не вертится. Короче. Давай, короче, голову это не бей. Либо это берешь, либо не берешь. Ну, как бы я не знаю. Каспорт мощен, короче. Ну, это смысл вообще как бы не вижу. Она по факту косячная. С самого начала был расчет на лоха. Ты, короче, слушай, давай это до свидания. Вообще не вижу, как бы дальше диалогу с тобой общаться. Давай это... Погоди, погоди, погоди. Погоди, а что ты руками-то меня? Что ты руками-то меня трогаешь? Все, давай спокойно поговорим. Все. Нет, ты... А что в паде? А что тут не так? Я думаю, у меня тут как бы есть люди. А, у вас тут люди. Кому не надо слушать. У вас тут люди. Ну, то есть, все-таки это расчет на лоха был, да? Ну, если ты лох, значит, на лоха. А, то есть, так даже, да? Ну, да, если ты таким себя это считаешь, все в целом. Что ты меня грузишь? Да как бы и не гружу. Все, давай. Так и есть, да? Давай поговорим. Погоди, у меня тут товарищ есть. Что такое, мужики, что такое, стоп? Что такое, мужики? Что, что, ты что козуешь? Погоди. Ты что козуешь, мужик? Ты что козуешь? Ну, ты стой. Стой, блядь. Козлы, блядь. Мстец. Это пиздец. Ну, и что, везем он, что ли? Расчет вообще на лоха абсолютно. Так я и не узнал то, что он там хотел мне сказать. Ведь как только он и вил еврея в подъезде, он просто закрыл дверь. Ох уж эти барыги. Ну, вы понимаете, видяха оказалась с косяками. На тесте она подвисала, там какие-то артефакты высыпания были. Так что, покупая такую видеокарту, вы останетесь вообще ни с чем. Вы не сможете ее сдать по гарантии, и вы просто останетесь с куском железа. Так всегда бывает. Когда ты хочешь сэкономить, покупаешь подешевле, ну, ты обязательно нарвешься на проблемы. Так что, ребята, хотите майнить? Покупайте асики. И покупайте их на профит-майнере. Потому что у них есть скоростная доставка из Китая. На некоторые модели асиков блок питания идет в подарок. И при заказе от двух штук скидка тебе будет 10%. Спасибо парням из мужского клуба Ангар за помощь в поиске объявлений. Ссылочка только для настоящих мужчин будет в описании. Меня зовут Жека. За камерой еврей здесь наши инстаграмчики. Там бывают денежные конкурсы. И никогда не попадаетесь на уловки мошенников. А не то мне стыдно за вас будет, как вот за этих барыг, которые мне пытались соврать. Всем пока. Он, давай поговорим, поговорим. А увидел тебя. Ого, чик, закрылся и все. Вот еще тебя типа не страхуют. Ну что, херово, да, у нас? Июнь. В теплой одежке, в жилетке. Охереть. Дышится на улице. Но тут не видно.